Всем доброго времени суток. Сегодня видео для новичков GTA Online. Скорее всего, вы пришли сюда, чтобы узнать, как заработать побольше денег. Не будем тянуть, сядьте поудобнее, заварите чайку и приятного просмотра. Первый способ у нас не столько прибыльный, сколько доступный. Скорее всего, у каждого был такой казус. Вы хотите, допустим, купить вещь стоимостью в 500 тысяч. Вы долго и усердно фармите, а вам в итоге не хватает одной тысячи. Проходить какое-нибудь задание лень, а из цивилина столько не выйдешь. Тут-то нам и помогают магазинчики. Возьмите с собой машину побыстрее и абсолютно любое оружие. Поставьте машину у входа и заходите в магазин. Стреляйте мимо продавца, но не задевайте его, чтобы он быстрее собирал деньги. Как только он выкидывает пакет, садимся в нашу ласточку и уезжаем от ментов. Второй способ достаточно прибыльный, но не бесконечный. Я не понимаю, почему все игроки забивают на летную школу. Помимо того, что вас там реально научат здорово летать и выполнять сложные трюки, так и денег можно наварить в районе 100-150 тысяч, если пройти все на золото. Так что, если ты не проходил задание в летной школе, скорее беги туда. Третий способ очень и очень прибыльный. Все просто. Проходите задание, на которое действует удвоенное количество денег и РП очков. Игроков там хватает с излишком. Всегда. И деньги там можно срубить очень большие. Некоторые опытные игроки даже используют это как основной способ фарма. Да, возможно вас там будут, мягко говоря, сливать. Причем очень сильно сливать. Так как у вас не прокачаны скиллы и стрелять вы тоже, скорее всего, не умеете. Но платить вам будут так же, как и всей команде. Я решил поставить этот способ в конец, потому что он постоянный, неисчерпаемый. Если перейти во вкладку сеть, далее дела, начать дел, созданный Рокстар, задание, как показано на видео, то можно найти миссию под названием Наркодельцы ЛС. В ней от вас требуется проехать по трем точкам полным бутов. Я и сам фармил таким способом достаточно долго. Я прошел эту миссию столько раз, что у меня все выработалось до автоматизма. Я знал, сколько ботов где находится. И пройти задание полностью мне удавалось примерно за 10 минут. Прибыль с одной миссии составляла 20 тысяч. Но в ящиках, разбросанном по этим точкам, в общей сложности лежит около 8 тысяч. Итого, 28 тысяч за 10 минут. Заебись! Четко! Правда, однообразность может сделать свое, так что старайтесь комбинировать способы фарма, чтобы вам не стало скучно играть. На этом все. Надеюсь, что я помог тебе узнать, что да как. Теперь ты более-менее прошаренный в плане фарма. Если я тебе помог, не забудь поставить лайк, подписаться на канал. Ведь регулярно на нем выходят интересные ролики, которые помогут тебе. Также можешь оставить теплый комментарий. Это смотивирует меня. Желаю удачи!